Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджи Маханов. Республиканский фонд для борьбы с коронавирусом. Казахстанцы смогут на добровольной основе. Ельбасу уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена. Президент страны Касмжом Артукаев лично проверил работу блокпоста в столице и поручил премьер-министру быть готовым к худшим сценариям развития. Глава государства призвал казахстанцев с пониманием отнестись к вадимам мерам в стране. Все они принимаются ради безопасности населения, подчеркнул он. Аким Нурсултана и министры профильных ведомств доложили президенту о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас на семи блокпостах близ столицы задействовано больше 400 сотрудников силовых структур. А уже с 22 марта в городах Нурсултан и Алматы полностью остановят авиа- и железнодорожные сообщения. Сколько времени продлится карантин, пока неизвестно. Работа важная, служба необходимая, желаю вам успехов. Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Видите, что происходит в мире без решительных действий. Сейчас эту очень опасную болезнь остановить невозможно. Нужны согласованные действия, сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Но думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан. По информации к этому часу зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество по стране уже 49. Это граждане, у которых подтверждено наличие в организме вируса COVID-19. Из них 22 факта в городе Алматы, 25 в Нур-Султане и два случая в Караганде. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах, летальных исходов нет, сообщают представители Минздрава. Еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в нашей стране. По Караганде два случая. Это пассажиры рейса 0324 Минск-Караганда. Первый – 1971 года рождения и второй – 1972 года рождения. По Алмате три случая. Девушка 1982 года рождения и также девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Второй гражданин 1997 года рождения прибыл к нам из Франции. Состояние всех больных удовлетворительное. Италия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому печальному показателю Китай. Согласно последним данным итальянских СМИ, в стране от коронавирусной инфекции умерло уже 3405 человек, а в Поднебесной – 3245. Общее число зараженных по всему миру превысило 240 тысяч человек. Хуже всего, помимо Италии, дела обстоят в Иране, Великобритании, Испании, Франции, Соединенных Штатах и Нидерландах. 700 из 763 самолетов авиакомпании Люфтганза остаются на земле. Немецкий перевозчик намерен в ближайшее время отменить 95% своих рейсов. Из-за пандемии дальномагистральные полеты будут совершаться теперь только из Франкфурта. Добавим, сейчас компания выполняет 20% перелетов на короткие и средние дистанции и 10% на дальние. Это крупнейший авиаконцерт Европы. Генеральный директор компании Карстен Шпор заявил, что чем дольше продлится кризис, тем выше вероятность того, что будущая авиационная отрасль не сможет быть обеспечена без государственной помощи. Лондон – эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Великобритании. В связи с этим было принято решение о закрытии 40 из более чем 250 станций столичного метро. Число автобусов будет также сокращено. Мэр столицы призывал граждан совершать поездки лишь в случае крайней необходимости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить за три месяца. По его словам, прогресс будет возможен лишь в том случае, если люди будут следовать рекомендациям правительства и сократят до максимума личное общение и будут по возможности работать удаленно. Китайский Ухань, где в конце декабря впервые был выявлен коронавирус нового типа, покидают группы медиков, прибывшие в город из других регионов страны для борьбы с пандемией. За последние сутки от COVID-19 в Китае скончались 8 человек, количество заразившихся увеличилось на 34. При этом ни один из новых случаев не приходится на Ухань. В целом в провинции Хубей, административным центром которого является Ухань, власти направили 42 тысячи метработников. К 23 марта текущего года порядка 5 тысяч казахстанцев, находящихся за рубежом, вернутся в страну. Об этом стало известно из официального заявления вице-премьера страны Ярала Тукжанова. По словам главы Кабмина, количество рейсов по всему миру значительно сократилось. Тем не менее, для казахстанцев были организованы чартерные перелеты. Его граждане, кстати, оплачивают сами. Волонтеры спешат на помощь. В период чрезвычайной ситуации не остались в стороне и молодежь. Юноши и девушки оказывают максимальную поддержку нуждающимся жителям областного центра. Так, порядка 10 малообеспеченных семей получили от волонтеров бесплатные продукты питания и индивидуальные средства защиты. В списке добровольцев значится еще 5 семей. В ближайшее время и им будут доставлены продовольственные товары, а также средства защиты. Стоит отметить, что медицинские маски волонтеры шьют сами. В этом процессе задействованы две группы. Одна работает на дому, вторая в офисе. Готовые маски будут розданы многодетным и малобеспеченным семьям. Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 1300 волонтеров, которые продолжат акцию до улучшения ситуации в стране. Со всей области нам поступают сообщения с просьбой о помощи. Это в основном малоимущие семьи, у которых нет возможности закупить продукты или приобрести маски. Поэтому часть наших волонтеров занята пошивом масок на дому. В целом в сборе и раздаче средств защиты принимают участие волонтеры и спонсоры области. Также нас сопровождает медперсонал. Медики проверят температуру и состояние членов семьи. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова